Концертные кассы Я очень рада, что вы меня пригласили на эту беседу, на эту передачу, потому что для меня конкурс Чайковского остался в сердце на всю жизнь. Я была и в жюри этого конкурса, я была участницей этого конкурса, я была победительницей этого конкурса. Выступает Елена Образцова. Сен-Санс, Ария Далилы из оперы Самсон и Далилы. Сен-Санс, Ария Далилы. В этом году я буду тоже членом жюри конкурса и я очень волнуюсь и нервничаю. Мне очень хочется, чтобы конкурс опять набрал те силы, которые были в 1966 году. И я думаю, что Валерий Гергиев, который сейчас заведует организацией этого конкурса, наверное, все-таки сможет вернуть этот статус конкурса Чайковского. Я с большим удовольствием сейчас перелистаю страницы, золотые страницы этого конкурса. Мы поговорим, наверное, и о первых премиях, но хочется вместе с тем вспомнить и тех людей, которые не получили первую премию, но стали гордостью вокального искусства во всем мире. Третий конкурс Чайковского пополнился вокалистами. Это было в 1966 году. И этот конкурс был очень сильный конкурс. Я помню это, потому что это было целое событие в мире музыки. Все приходили на этот конкурс, пытались попасть в большой зал консерватории, пытались сидеть у телевидения и ждали, что случится потом, каждый день. И я помню, что это было громадное событие в музыкальной жизни нашей страны. Первую премию получила Джейн Марш, замечательная певица из Америки, с которой мы потом очень подружились. Она потом приезжала и была членом жюри. Джейн Марш шла так не очень хорошо к своему финалу, но в последнем туре она спела великолепно, выдающуюся совершенно сцену письма Татьяны Занегина. И это решило ее судьбу, она получила первую премию. Заканчивается конкурс вокалистов. Американка Джейн Марш и наша русская Татьяна из Евгения Онегина. Заканчивается конкурс в истории Татьяны Занегина. Заканчивается конкурс в истории Татьяна. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 В 1970 году был конкурс четвертый, который был самым, по-моему, таким большим конкурсом, самым урожайным конкурсом по голосам. Вечер открыла министр культуры СССР Фурцева. Нынешний конкурс показал миру новые созвездия музыкальных талантов, сказал композитор Дмитрий Шостакович. Вокалисты Елена Образцова, Тамара Синявская, Николай Огренич, Евгений Нестеренко, Всесоветский Союз. Среди женщин, ну уже девочек, я бы сказала так, получил первую премию Тамарочка Синявская и я. Мы разделили эту первую премию. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Я помню, как нас вызвала Екатерина Алексеевна Фурцева и сказала, так, девочки, вы должны, мы должны оставить первую премию в России, в Советском Союзе. От вас зависит все. И когда мы выходили, мы боролись не за то, чтобы получить первую премию, а за то, чтобы отстоять статус России на этом конкурсе. ПЕСНЯ 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 В жюри конкурса тогда приехала Мария Халас и Тита Гобби, и это подняло очень высоко конкурсы. Я могу сказать, что все конкурсы, очень важно иметь хорошее жюри, потому что, во-первых, выдающиеся люди никогда не идут ни на какие компромиссы. Они судят только музыку, музыкальность, фразу, чувство стиля и так далее. И первые конкурсы шли без всяких интриг, без всяких учеников своих собственных. Я всей душой к жене привязан, я в руки вышел, до чего? Я дружбой графа ей обязан, легко ли графа самого? Делами царства управляя, он к нам заходит, как к родным. Какое счастье, честь какая, ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним, лицом таким, его сиятельством самим. Жена случайно захворает, ведь он, голубчик, сам не свой, со мною в преферанс играет, а ночью ходит за больной. Приехал раз в звездах сияя, поздравить с ангелом моим. Какое счастье, честь какая, ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним, лицом таким, его сиятельством самим. Ах, как он мил, когда он в духе, ведь я за рюмкою вина хватил однажды. Ходят слухи, что будто граф моя жена. Граф, говорю, приобретая, трудясь, я должен быть слепым, да ослепит и честь такая. Ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним, лицом таким, его сиятельством самим. Среди мужчин тоже были выдающиеся совершенно певцы. Это был Женя Нестеренко, который потом сделал колоссальную карьеру во всем мире. И Коля Огренич, певко, конечно, Зураб Саткилава, которого полюбили потом во всем мире. И это был, пожалуй, самый такой урожайный год на певцов. Это был четвертый международный корпус Чайковского. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А как я туда попала к нему в гости, не помню. Наверное, с Макбалой Касрашвили, ну, не помню, или с Саткилавой. И я помню, что когда мы немножко выпили и наелись всякой вкуснятины грузинской, я ему на рубашке, на спине написала, ты будешь выдающимся певцом. Он еще был совсем антик. И он все-все-все говорит, что я эту рубашку до сих пор храню, и она у меня висит в шкафу, как память о том, какой ты мне дала, значит, вот предсказала будущее. Жил-был корой, когда-то при нем млада жила. Милей родного брата, она ему была. Зовет король портного, послушай ты, чурбан, для друга дорогого. ПЕСНЯ 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 На восьмом конкурсе первое время получила Наталья Ирасова. Ах ты, Ванька, раздудала я, Раздудала я голубушка, Ванька твоя, 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» На девятом конкурсе, который состоялся в 1990 году, присуждена первая премия Деборы Войт. Замечательная певица, которую я очень люблю и очень ценю ее исполнительство. Первую премию, золотую медаль и звание лауреата конкурса Чайковского получила Дебора Войт Соединенные Штаты Америки. Замечательная певица 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Какие-то особые были у меня воспоминания про 10-й конкурс Чайковского, потому что я была членом жюри этого конкурса, и всех совершенно потрясла Хибла Герзмава. Она была совсем молоденькая, она была очень хорошенькая, у нее был потрясающий голос, она изумительно музыкально пела. И я помню, что я дала ей тогда гран-при, ругалась с Аткилавой, которая не хотела этого делать. Но она получила все премии этого конкурса, какие только возможно. Ей дали очень много премий японцы, которые до сих пор ее очень любят, до сих пор ее приглашают. Она у них там прямо как Жанна Дарк, они ее очень любят. И я счастлива, что я имела какое-то отношение к тому, чтобы она могла выехать за рубеж, чтобы она завоевала весь мир. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА Я желаю, чтобы конкурс, чтобы он звучал, чтобы он звучал так же, как он звучал так же, как он звучал первые годы. СПОКОНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Уровень этого конкурса до самых больших высот.